И теперь о событиях дня подробнее. 902 беженца приехали сегодня в Иркутск. Вынужденных переселенцев с Украины встречали спасателей, сотрудники миграционной службы и наш съемочная группа. Не боятся смотреть в окна, потому что в этом городе их поезд ждут не обстрелы и бомбы, а помощь. 902 беженца с Украины прибыли этой ночью в Иркутск. Давай, давай, давай. Это номер автобуса, в котором люди будут доставлены до пунктов временного пребывания. Сегодня на вокзале таких автобусов 39. У большинства людей, переживших вынужденное пятидневное путешествие, нет сил нести даже сумки. Очень долго было, конечно, изнурительно, но уже нормально все. Спасибо большое. Конечно, очень рады. Мы бы хотели вообще жить в этом городе. Если бы так получилось, мы были бы очень рады. Большинство городов, которые пришлось покинуть этим людям, практически стерты с лица земли. Наталья Шматько с сыном приехали из Макеевки. Еще несколько дней назад на Украине у них был свой дом. Теперь о нем остались только воспоминания. В данный момент мой город обстреливают. Там, где живут друзья, идут действия боевые. Назад мы не вернемся. Останемся здесь в России. Уже здесь будем обустраиваться. С утра начнется работа, миграционные службы, службы занятости, медики начнут работать. То есть наша планомерная работа по дальнейшей судьбе данных граждан. Но перед этим вынужденных переселедцев ожидает еще один переезд. В течение получаса все беженцы расселись по автобусам. Сейчас их отвезут в Ангарский район. Там они будут находиться некоторое время. И, по их словам, многим бы хотелось перебраться со временем в столицу региона. В этом автобусе все пассажиры налегке. Когда появилась возможность уехать в Россию, долго не думали. Собрались за 15 минут. Взяли все, что под руку попадало. В основном документы только забрали. Ну а так, осенние куртки. У кого-то даже и кроссовок нет. Так поступило большинство беженцев. И о брошенных вещах совсем не жалеют. Самое главное, что все остались живы. А куда его оставлять? Нельзя было оставить домашнее животное. Мурчик. Вы единственные, кто взяли свой? Нет, еще собачка есть. Оказавшись в автобусах, многие впервые за долгое время смогли улыбнуться. Все же хорошо. Давайте все помашем. Все хорошо. Антонина Махнева, Сергей Полянский. Новости по будням.